и так вот я довязала до маркера теперь последний столбик связали и закрепили у меня получилось чуть дальше маркера на одну петлю закрепляем соединительной петлей и идем в обратную сторону и вяжем следующий ряд чтобы у нас не было сильного скоса можно будет сделать так повернулись назад и первый столбик вяжем просто столбик, а потом начинаем вязать уже косичку пышный столбик после первого предыдущего ряда у нас получается, чтобы у нас не было сильно большой угол поэтому вяжем так, этот ряд до конца вот я довязала до конца и опять же здесь, чтобы у нас не было сильно большого угла я не довязываю еще один, здесь можно было бы еще если прямо вязать еще один пышный столбик но я его не буду вязать, а просто соединю с началом вязания соединительной петлей закрепляем теперь переходим на темную ниточку опять нам нужен махер вытаскиваем его и переходим на темную ниточку подтягиваем все и дальше вяжем столбиками уже темной ниточкой то с самого низа копора вяжем темной ниткой вот что у нас должно получаться теперь один ряд вяжем просто столбиками до конца ряда то есть возвращаемся сюда вяжем темной ниточкой просто столбиками без всяких переходов просто столбиками и так вот что у нас вышло я довязала до конца ряда теперь нам нужно опять же маркеры для того чтобы отметить откуда и куда мы будем вязать отчитываем 1 2 3 4 на уровне 4 где-то пышного столбика отмечаем один маркер и симметрично с другой стороны отмечаем еще одним маркером таким вот образом теперь вяжем столбиками темной ниточкой вяжем до оранжевого маркера возвращаемся я не буду показывать я просто расскажу здесь ничего сложного нету вяжите до оранжевого возвращаетесь к синему и потом возвращаетесь и вяжите до конца так еще один момент вот я дошла до оранжевого маркера здесь при переходе на другой ряд подниматься на воздушную петлю не нужно поэтому здесь последний столбик я вяжу соединительный и сразу же поворачиваемся и вяжем столбики в обратном направлении нам не нужно чтобы здесь был большой угол точно так же вот смотрите точно так же дойдете до синего маркера и повернете назад таким же образом и потом до конца так вот я начала вязать в обратную сторону и до конца мне нужно будет связать но следующий ряд косичек у меня будет белый и он будет начинаться у меня я сейчас отмечу примерно откуда вот эту часть темную мы делим пополам и симметрично с другой стороны также отмечаем маркером мне нужно будет переместить белую нитку вот до оранжевого маркера так чтобы потом у меня не было там не висело всякие лишние нитки вот здесь я сделаю так вот эту нитку я под вязание спрячу буду вязать дальше столбики я прячу внутрь работы чтобы она у нас на нужном месте оказалась это белая нитка вот я дошла до синего маркера вернее до оранжевого маркера здесь я ее оставлю эту белую ниточку и мохер тоже оставлю здесь потому что следующий ряд у нас будет именно ими вязаться и дальше просто темная ниточка продолжу до конца всю эту ниточку мы оставляем и теперь мохером уже и белой ниточкой будем вязать косичку следующий ряд косичек будем вязать от оранжевого маркера до синего маркера вводим ее в работу и начинаем вязать косичку здесь наверное дальше я не буду показывать точно также как предыдущую мы вязали точно также вяжите ее и точно также вяжите второй ряд когда будете пышных столбиков вязать так же как я здесь вам показывала то есть не доходя до конца не довязывая один пышный столбик во втором ряду чтобы у вас вот такой вот уголочек получился точно также вяжите этот ряд и так вот я закончила этот ряд косички и переходим опять на темную ниточку эту мы отставим вытащим мохер и уберем пока ее на изнаночную сторону смотрите где у вас изнанка туда и оставляете и будем вязать где она у меня темной ниточкой сюда берем мохер и вяжем столбиками сейчас я вам отмечу куда я буду вязать здесь опять у нас будет частичное вязание белую убираем наизнанку белую убираем наизнанку вязание теперь поднимаемся по пышным столбикам раз два где-то за вторым пышным столбиком отмечаю один теперь совмещаем их и на одном и том же расстоянии отмечаем делаем вторую отметку теперь частичное вязание у нас будет идти от и до теперь опять я не буду показывать просто рассказываю вяжите до синего маркера в обратную сторону до оранжевого маркера и до конца не совсем до конца сейчас я еще маркеры возьму хотя давайте вот свяжите сперва это а потом я вам покажу значит вяжите до синего обратно и дальше я вам покажу так вот я связала сюда обратно и до оранжевого маркера теперь переставляем их до середины вот этой вот части у нас примерно даже не середину чуть выше середины и с этой стороны маркер переставляем чуть выше середины теперь возвращаемся обратно до синего маркера и потом возвращайтесь до оранжевого маркера и дальше я вам покажу до оранжевого маркера вяжем в обратную сторону вяжем до синего маркера и возвращаемся к оранжевому так я не до оранжевого маркера здесь я ошиблась немножко а закончила вязать ряд обратный вот на этом уровне и здесь мы закрепляем ниточку и вытаскиваем махер вязать опять же косичку и нам нужно белую ниточку перетащить туда но здесь сильно большое расстояние поэтому мы ее оторвем закрепим и переходим к верхней части отставляем она нам не нужна и начинаем вязать косичку я ее закреплю и вот смотрите откуда 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 теперь отмечаем с другой стороны откуда у нас пойдет косичка она совсем будет коротенькая небольшая небольшое расширение должно быть по верхней части вот вяжем косичку от этого где мы отметили до сюда совсем небольшая будет также вяжем туда и обратно как я вам показывала и так вот я связала совсем небольшую косичку в верхней части теперь опять мы забираем отсюда махер махер и соединяем ее с незаконченным рядом здесь будем продолжать вязать ряд темной ниточкой продолжаем вязать до самого низа и там тоже опять же мы будем вязать несколько рядов только темной ниточкой светлой пока не будем нам нужно расширить капор до нужной ширины за счет частичного вязания вяжем не до конца а вот именно до серединки вот это темные стороны до середины и сейчас я буду отмечать и показывать откуда до куда до серединки последнюю петельку мы закрепляем соединительной петлей и перейдем уже в обратную сторону будем идти теперь как мы будем вязать дальше так следующая отметка у нас будет идем в обратную сторону складываем пополам нам нужно выровнять краешек поэтому смотрим где нам лучше закончить первый ряд назад от до оранжевой ниточки идем до оранжевой ниточки затем идем так я уберу давайте я вас не буду путать лишними маркерами идем до оранжевой ниточки и потом обратно до синей и дальше я вам покажу значит вяжите ряд обратную сторону до оранжевой нитки и потом обратно до синей так связали я закончила на синем маркере теперь переставляем маркеры чуть ниже теперь нам нужно выровнять вот эту часть где-то отступая одну петлю чуть выше середины мы отмечаем один маркер до конца до конца мы не будем вязать до сюда и обратно и здесь переставляем синий маркер на ту же высоту до конца делаю ниточку оторвала чтобы она не мешала потому что следующая косичка у нас будет совершенно в другом месте поэтому так делаем оторвем она нам не нужна теперь закончила я здесь и соединение и иду в обратную сторону. Обратную сторону до оранжевого маркера. Идем в обратную сторону до оранжевого маркера, потом опять поворачиваемся и заканчиваем на синим. И дальше я вам покажу. Итак, вот задняя часть копора у нас готова. Теперь перейдем к передней части. Я закончила на синим маркере и будем вязать в обратную сторону. Заканчиваем соединительной петлей и идем в обратную сторону. Теперь здесь мы будем добавлять петельки в этом ряду и вяжем через 2 столбика 2 в 1. Вот я провязала столбика и 2 петельки в 1. Затем 2 петельки по 1 и в 3 2 петли. Так вяжем до конца ряда. Уже не надо, нам маркеры не нужны. Вяжем до конца ряда. Маркеры убираем. И вяжем до самого конца. Этот ряд и следующий ряд тоже до конца ряда. То есть до последней петельки основания. Вяжем сюда и в обратную сторону уже без добавлений. Так, я довязала до конца, но одного ряда хватит. Я не стала второй ряд вязать. Все время корректирую по ходу работы, как видите. Значит, один ряд мы связали с добавлениями. Теперь добавляем косичку. Один ряд косички свяжем. Можно этот ряд косички связать темной ниточкой. Белыми не будем. Белые мы потом уже в завершающей стадии будем вязать. Поднимаемся на одну воздушную петлю. Здесь у нас уже будет завязка, поэтому нам здесь нужно будет вот этот подъем. И вяжем косичку один ряд. Таким вот образом вяжем до конца. То есть до этого начала нашего, где у нас идет затылочная часть. Прямо до туда мы вяжем один ряд косички. Так, связала вот я один ряд до конца. И заканчиваем столбиком без накида. Теперь поворачиваемся и вяжем ряд столбиками без накида в каждую петельку. Вот здесь мы еще раз добавление сделаем. Только мы в каждую третью вязали, а теперь в каждую четвертую. Вот я связала три столбика и в четвертой вяжем два столбика без накида. вяжем два. Значит вяжем раз, два, три, и четвертую и пятую вяжем в одну петлю. Вот так вот вяжем до конца, вернее до конца ряда. Так, связали. Теперь опять мы свяжем. Будем делать частичные ряды. Отмечаем для себя где-то серединку. Давайте по пышным столбикам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Где-то на девятый. Отмечаем для себя маркером. И складываем так, чтобы они были ровненькие. И на другой стороне также отмечаем маркером. На той же высоте. Теперь вяжем как? Здесь вот у нас сначала. Вяжем до синего маркера. До синего маркера вяжем один ряд. Затем возвращаемся к оранжевому. И потом вяжем до конца ряда. Понятно, да? Первый ряд до синего. Второй до оранжевого. И третий уже возвращаетесь и до конца ряда. И еще один момент. Когда возвращаетесь, опять же, здесь у нас должна быть ровная полоса. Здесь мы поднимаемся все время на одну воздушную петлю. А здесь, как я вам показывала, когда переход идет на второй ряд, здесь соединительной петлей. В отличие от этой стороны. То есть здесь у нас мы потом будем вывязывать завязочки. А здесь у нас должны быть ровненькие такие линии. Ну и продолжаем вязать. Так, вот что у меня получилось. Такой вот немножко я расширила верхнюю часть. Вот здесь вот козырек, это можно немножко еще расширить. Если вы хотите побольше здесь, пошире сделать, то можно переставить маркеры чуть ниже. Может на середине вот здесь вот, здесь и здесь. И связать еще раз туда-обратно от маркера до маркера. Можно несколько раз повторить, насколько широко вы хотите сделать косырек. Ну а мы уже к заключительной части перейдем к вязанию последнего ряда косички. Уже белую ниточку мы вернем и свяжем ее уже с самого начала и до конца. Убираем темную ниточку, она нам не нужна. И берем уже белую опять. Ведем в работу и закрепим. Так, и начинаем вязать косичку. Господи я без ниточки пошла. Берем ее и вяжем дальше косичку. Как я вам уже показывала, туда и обратно ряд косичек. Ряд пышных столбиков вернее. Вяжем туда и в обратную сторону. И так вот что у нас в итоге должно получиться. Теперь осталось нам отделку сделать. Я белую оторвала и уже не махер, мне это не нужно будет. Будем вязать отделку только темной ниточкой. Внизу осталось, я ее поднимусь к краю козырька. Можно подняться столбиками обычными. И там мы сделаем небольшую отделку, рачьим шагом по кругу. Теперь сперва мы свяжем один ряд просто столбиками. Сюда же прячем конец. Ниточки оборванные. Здесь мы сразу же начнем вязать рачий шаг. Так как у нас эта часть козырька будет как бы лицевая, и где изнаночная сторона. Не буду я ее сюда прятать. А потом лучше крючком спрячу уже в полотно. И здесь начинаем вывязывать рачий шаг. В каждую петлю, не сильно затягивая, не затягивая, вернее сильно. Вяжем до конца рачий шаг. В каждую петлю. Возвращайтесь на шаг назад. Я медленно не покажу. Некоторые не знают, как рачий шаг вязать. Идем назад. То есть как бы отступая каждый раз на один шаг. И просто столбик вяжите. Взяли сзади нитку, столбик. Подхватили нитку и столбик. То есть вяжем так этот ряд. И так мы связали до конца рачий шаг. Теперь оформляем заднюю часть к опору. Переходим к вязанию уже прямыми столбиками по вот этой части. Оформляем этот краешек. Теперь здесь вот у нас уголочек. Мы здесь тоже провяжем один ряд. Чтобы уже у нас ровненькая здесь была. Здесь вот у нас уголочек. Поэтому здесь мы закруглимся. Три столбика мы будем вязать не до конца. Одну я вытянула петельку. Вторую. И третью. И провязываем их все вместе. Для того, чтобы у нас закруглилась эта часть. Чтобы она у нас не выпирала потом этот ряд. И дальше по прямой. Я уже не помещаюсь перед камерой. Я уже не помещаюсь перед камерой. Дождите до другого уголочка. И здесь также мы оформим. О нет, еще не дошла. Дойдем и там тоже уголочек оформим так, как я вам показала. При желании если вот здесь вот у вас сильно растянута получилась, то можно немножко стянуть. По ту же или по реже вывязывая столбики. Хотя в принципе у нас там будет бант. Всегда натяжение можно регулировать. При помощи банта. Так вот я подошла к следующему уголочку. И здесь также я переход сделаю. Раз. Два. Три. И все вместе. И дальше вяжем уже по прямой. И сразу же начнем вязать ленту для банта. Так, связали, оформили, выровняли все здесь сзади. Так, и теперь прямо вяжем здесь ленту и с этой стороны. Здесь можно более свободно вязать. Или же столбиками с накидом по длине. Но лучше все таки простыми столбиками вязать. Но при этом более и более свободно. Потому что если будет толстая лента, банта завязать будет трудновато. Поэтому лучше свободно здесь вязать. Ширину ленты можно по усмотрению. Ну, нужно чуть-чуть здесь подхватить. Так, вот здесь вот смотрите. На уголочке вот такая вот дырочка. Если я возьму только две ниточки, то будет как бы дырка большая. Поэтому я еще ниже чуть-чуть подхвачу ниточку. Чтобы закрыть эту дырку. Это в начальном ряду. Если у вас так получилось, то тоже смотрите. Чтобы не было дырочки, можно будет чуть ниже спуститься и подхватить еще одну ниточку. И теперь вяжем только саму ленту. Только саму ленту, поднимаясь на одну воздушную петлю в ряду каждый раз. И вывязываем ленту. Свободно вяжем ее. Пусть она будет дырчатая. Это не важно. Главное, чтобы она была мягкая. При завязывании не было такого грубого кола сзади. Поэтому вяжем свободно. На нужную длину. Длину выбирайте сами. Для того, чтобы можно было свободно завязать бант. При желании можно будет даже не вязать этот бант. А просто две такие. Как бы связать. Как вам объяснить. Вот так вот связать две полосочки сзади. Две полосочки. И посадить на пуговицы просто. Чуть больше внахлёст. Чтобы внахлёст они шли. Или же одну короче связать. Другую длиннее. Где-то сбоку сделать пуговицы. Здесь по разному можно оформить край. Но я решила в этот раз сделать бантик. Еще я говорила в том копоре, что здесь можно просто воздушные петли. Цепочку из воздушных петель здесь сделать. И цепочку из воздушных петель здесь. И тогда уже можно шелковые или еще какой-нибудь шарфик применить сюда. И завязывать уже им. И так я закончила вязать завязки. Завязки, как я сказала, вы сами длину для себя определите. Для того, чтобы можно было легко завязать сзади бант. Ну и на этом наш урок закончен. Надеюсь в этот раз было вам все видно хорошо. И надеюсь у вас все получится. И до свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok